Говоря об украинском выборе Мы как представители территориальных громад, кто ходит в состав нашего форума, нашего движения Безусловно, украинский выбор И стоит на той платформе, как быть, какие проблемы и как их решить Должен принимать народ Он должен знать свои права И не только знать, а должен их реализовать Не только уметь, а государственный аппарат это должен обеспечивать Когда мы говорим о народовласти Мы прежде всего подразумеваем, как распоряжается властью наш народ Как распоряжается властью гражданин Конституция прямо говорит, каждый гражданин может принимать участие в управлении государственными делами Так и записано в Конституции А единственным источником власти у нас в Украине Это по нашей Конституции, статье 5, является народ И вот украинский выбор Как раз и хочет Ведя просветительскую работу Поднять тот уровень сознания людей Который, есть это сознание в людей Но его надо поднять на поверхность И начать с того, что сказать о реальных делах, которые есть на сегодняшний день К сожалению Первое Чиновничий аппарат Украины Всех структур и ветвей власти Начиная сверху и заканчивая сельским советом Узурпировали народную власть И мы об этом как раз и говорим Что в этом есть на сегодняшний день проблема Надо признать И это говорит наш лидер Виктор Владимирович Что состояние чиновники, государственные чиновники Находится в состоянии войны с гражданским обществом Вы посмотрите, что можно сделать Как может реализовать свои права Свою волю и мысли простой гражданин Украины Как может это Абсолютно Дошли ведь до того Зарегулировали до того Чтобы на сегодняшний день свидетельство о смерти Получаем чуть ли не министерство юстиции Украины Что это? Что за этим стоит? Это не просто так, уважаемые друзья И мы видим, в чем здесь проблема О чем я скажу немножко ниже Когда мы говорим о провозглашении Конституционных принципов Существования, развития общественных отношений В нашем государстве Мы в первую очередь увидим Что там написано в Конституции Я вам скажу Но это просто бомба Нормы нашей Конституции Один из лучших в Европе Поверьте И смотрите, как мы начинаем Какие мы резвые Как мы оболбаниваем народ Это надо признать Украина Правова и социальная держава Украина Правовое и социальное государство Даже немец это не позволит Под немец пишет Стремиться к правовому и социальному государству Германии А мы уже провозгласили Прококурекали И что за этим стоит О каком правовом государстве Мы можем вести речь Когда регулирование Социальных вопросов Социальных вопросов Это основа основ Жизни нашего общества И правоотношений, которые есть Передали Вместо законодательного регулирования Передают регулированию Правительства Посмотрите Что сделали по пенсиям Посмотрите Что сделали по льготам Посмотрите Что сделали по суббинцам Где и на каких основаниях Кто дал право Плюндровать закон Есть такое украинское Сочное слово Плюндровать эти законы Плюндровать конституции Когда мы говорим О территориальных громадах Мы должны Прежде всего исходить из того Что граждане Граждане Составляет Эту Территориальную громаду И она определяется Конституцией 142-143 Ее статьями И говорит о том Что Территориальные громады Через своих представителей Реализуют Все свои вопросы Жизни необходимые Включая Местные бюджеты Давайте мы посмотрим На это Что непонятно Или сверху непонятно Зачем придумывать Зачем обманывать народ Давайте мы реально посмотрим Мы говорим Начиная с статьи 13 Конституции Когда Конституция Провозгласила Это святая святых Что собственником Земли В Украине Является украинский народ И украинский при этом Записан в Конституции С большой буквы Вот он Собственник Азы Даже для Колледжа Юридического Собственник Это его право Распоряжаться Пользоваться И управлять Кто управляет Кто распоряжается Почитайте Карпенко Карл Как там Выражение А мы Исаком Гендли Делаем землей Да Матвей купил Он собственник А мы управляем 100 тысяч Есть такое Комедия Вот в чем идет вопрос А теперь посмотрите Конституция записала одно Парламент наш Мы за них голосуем Кстати как говорит И наш лидер Все навязывает Почему украинский выбор Не идет на выборы Даже было Нападки Битборды висят Выборы уже идут А они почему-то Не снимают свои Призывы Что страной управляешь Ты Ты должен управлять Страной Поднимай свое сознание И поднимай свою гордость Гражданскую позицию Вот И когда мы Эти вопросы Расцениваем Что Как говорит Виктор Владимирович Что О чем Как участвовать в выборах Зачем Украинский выбор Не намерен На этом этапе Заниматься Этими вопросами Почему Потому что От перестановки Олигархов местами Сумма Этых олигархов В Верховной Раде Не изменится В общем понятии Да А массив Денежных накоплений Только увеличится Вот и все Когда мы говорим О территориальных громадах Говорим о земле Тогда скажите Почему 95% Волового дохода Национального Принадлежит 5% Гражданам Украины Кто Об этом Говорит Сейчас Он начинает Нам говорит Про Европу Про Порошенковские Конфетки Блестящие Что он там В Венгрии Ему разрешили строить Конечно разрешили Его посадили На кукан Кто занимается рыбалкой Кто знает Что такое кукан Его посадили На кукан И держат И оказывается Другое Оказывается Что он Еще работая В министерстве Иностранных дел Писал Эту Угоду Этот договор Об ассоциации То о чем Он будет Сейчас нам Рассказывать А мы хотели И спросить И как говорит Украинский выбор Мы не в оппозиции К оппозиции И не в оппозиции К правительству Мы в оппозиции К коррупции Мы в оппозиции Бесхозяйственности И мы говорим Давайте посмотрим С правовой точки зрения Что собой представляет Этот договор Об ассоциации Знает ли Территориальная громада Она носитель власти А все чиновники В низах Они подрядчики Правительство Генподрядчик А те подрядчики Они должны исполнять А вы посмотрите Они взяли И узурпировали Нашу власть Они узурпировали Наши природные права Включая и политические И социальные И жизненные И необходимые Как раз вот это И есть основная часть Прав территориальных громад Когда мы говорим О территориальных громадах И о суверенитете Украинского народа Это неразделимое понятие Потому что как раз Суверенитет Свобода и воля В действиях Территориальных громад Определяет Суверенитет Народный И суверенитет Государственный Давайте мы посмотрим Мне надо далеко ходить Ваши соседи Ваши соседи Вот я вам рассказываю Примеры Вышли люди Взяли штормом Житомирскую облраду И Облрада Отменила Своё решение О добыче Ископаемых На территории Житомирской области Сейчас вы знаете Полтава Когда люди Полтавец Пошли на штурм Администрации Что это их заставило Как это надо Довести людей И что оказывается Что этот Мамай Глава города Чтобы Накопить Бюджетные Средства Самовольно Увеличил Тарифы Ну вы будете Свидетелями Что такие Мамайи Будут по всей Территории Украины Почему Потому что Есть Предсказание Или указание Как хотите Совета Европы На этот счёт И это уже длится Не один десяток лет Кто постарше Помнит Как квартирная Квартплата У нас решалась Среди Деденадцатых годов То кто за этим стоял Международные структуры Безусловно Поверьте мне Как бывший Зампред Конституционного суда Мы рассматривали Этот вопрос И сказали Что Нельзя Ставить людей Худшее положение Чем они есть На сегодняшний день Через применение Новых законов Так говорит Статья 22 И когда мы говорим Что на сегодняшний день Решается Ну я вам сказать Архиважный вопрос Как быть По-гамлетовски Быть или не быть Украиной Куда идти Какой внешний вектор Выбирать Где территориальные Громады Где их голос Вы услышали их И мы не услышали Вот украинский выбор И говорит Я хочу довести До вашего сведения Поскольку Владимир ситуации Что здесь есть актив Украинский выбор 8 сентября 29 сентября Выходит Тысячи людей Выходим На стадион Спартак Чтобы определить вопрос Провести референдум И народ должен сказать Так куда же нам идти Ну начиная от трансбоев И заканчивая кордоном И все прочее И включив судебную машину Началась эта волокита Мы сейчас находимся В состоянии Судебного пикирования Дела рассматриваются в суде Государство Через силу административной юстиции Судится С мыслью народа Вот о чем говорит А мы говорим Что у нас Демократические институты Такие как Европы Или как во всем мире Мы должны народу Об этом сказать Вы понимаете Обнаглел чиновник Это в открытую Надо заявлять Вы знаете Что на сегодняшний день Утюг включи И вы услышите И увидите Как обсуждается Преимущество Вступление В Ассоциации С Дряхлой Старой Европой И другими членами Европейского Союза Куда бы Машина Государственная Заработала Информационная служба Ну никто Ничего не говорит Обратите внимание Ялтинские соглашения Вы все слышали Я уверен И знаю Вот там выступали Порошенко Четыре дня сидел На этом микрофоне Там и другие Но там еще был Доминик Стросска Который сказал Интересную вещь Не долго Но он сказал Интересную вещь Что Евросоюз На сегодняшний день Это даже Не жидко Находится Не в жидком состоянии О газоподобном Взрывном состоянии Он это сказал И больше Никто не слышал По телевидению Никто не слышал Что он сказал Или непонятно было Когда Сказал президент Прибалтийской Прибалтийского государства О том Что Извините Господин президент Вы тут говорите О какой-то Цене на газ Так вот Наше государство Платит дороже Чем платите вы О чем вы нам Здесь говорите Что из-за того Что дорогой газ Сидит Юля Кстати Украинский выбор Стоит На платформе Поверьте Украинский выбор Представлен Лицами Которые Имеют И опыт Практической работы Правоприменения Как юристы И опыт Научно-практической работы И научных разработок И он стоит И уверен В том Что Как премьер Министр Украины Тимошенко Была осуждена Незаконно Этот приговор Не выдерживает Критики Почему То она Осуждена Как представитель Субъекта Господарючего Господарючего Субъекта Хозяйственного Субъекта Он не есть Таким Премьер Министр И априори Быть не может И это записано Прямо Кодексы В хозяйственном Кодексе Украины Что кабинет Министров Не может быть Восподарюющим Субъектом На это Это и Правительство Если есть Другие Составы Пожалуйста Дайте И оприлюдните Это все дело Чтобы знали люди Почему Если человек Вор Он должен сидеть В тюрьме Вот такая Так сказать Платформа Украинского Выбора Но если нет Все сомнения Должны трактоваться В пользу Другого Но мы с вами Говорим О нашем Суверенитете О наших Правах Территориальных Громад Вы посмотрите Как же это надо Было завести Так Даже я вам скажу Не хитро Глупо Нагло И порейдерски Верховный совет Зная Что по конституции Украины Земля Является Собственностью Украинского народа Принимает закон О том О Разграничении Права собственности Государственной И коммунальной На землю А где народ Там народа уже нет Поэтому выезжая Теперь поля Я видел Еще посолных Не убран Да Погода такая Выезжая Теперь это земля Государственная А коммунальная земля Это в городе Черновцы А где народ А где территориальные Громады И как легко Теперь манипулировать Посмотрите 600 тысяч Гектаров По юзовскому Месторождению По Харькову Нету Уже передали Заграничным Да нет Не китайцев Передали В разработку Подсланцевый газ И сейчас На днях Ивано-Франковск Пал И пала Львовская область И Так сказать Это областные рады Попринимали решение И говорят А мы хоть себе 10% Сказали Чтобы они 10% Оставляли В местном совете Уважаемые Я вам отвечаю За свои слова Ни одну Территориальную Громаду Которая Живет На этой территории Обитает Это ее Средовище Обитание Никто даже Не спросил Что там будет Как эти люди Будут жить Как они Будут выживать Понимаете У нас вот такое Государство Что оно даже Не думает О том Что как Обожите Дорогой строить А может Будет шум Для людей А может Нельзя Такие Объекты Строить Ближе Двух Километров От населенных Пунктов Есть такие нормы И это Международные нормы То что На это Кто смотрит Кто спрашивает На этот счет Территорий Территориальные Громад А все Идет к тому И на сегодняшний день Только в Верховной Раде Больше Семидесяти трех Законодательных Актов Проектов Которые касаются Земли И казалось Обезобидно Когда ставят Вопрос О приватизации Я грубо так Точностью говорю О приватизации Лесополога Знаете что такое Лесосмога Поля Уже стоит этот вопрос Полевые дороги Лесосмога Что за этим стоит Посмотрите В этом договоре Соглашение Которое подписали По сланцевому газу Предстоит Подъездные пути Приватизировать Распределять Продукцию Исходя Не по нормам Международного А участие Какого-то Субъекта Хозяйствования Хозяйствования Нашего государства О котором Никто ничего не знает А я вам хочу Сказать дальше Кому Не понятно Как говорите Коню ясно Что когда идет речь О добыче Сланцевого газа Так на первом месте В этом соглашении Стоит вопрос Добыча Газа И нефти Потом уже идет Разработка Технологии Для получения Сланцевого газа Это на глубине От двух До десяти километров Входят в землю Взрывают Выводят И сюда и туда Так вот Что я вам скажу Когда на сегодняшний день Говорят О том Что это все Нормально И не надо Никого спрашивать Так заблаговременно Были Лоббированы Законодательные акты Территориальные громады Об этом не знали Украинский выбор Вносит предложение О референдуме Как законодательном В том числе Право на отмену Этых решений Что такое Территориальная громада Она что Имеет право На сегодняшний день Отозвать Горе Руководителя Который избрали Сами же избрали Анустерва Или пьянычка попалась Или вор Или взяточник И никто не может Это сделать Мы говорим О суверенитете Территориальных громад Они берут И 6 ноября Прошлого года Отменяют Референдарный закон О местном Референдуме И на сегодняшний день Территориальная громада Даже не может Собраться Для вынесения Референдума И вот смотрите Если люди Народ Это власть То это не допускает Какой-то перерыв Не может быть Так как Кабинета министров Посмотрите Как записано Чиновник для себя Записал И государство Сейчас государство Узурпировало Власть народную Передавило ее Пользуя слабостью И записано В статье 116 То есть 117 Конституции Вы найдете Что Если будет Решение О недоверии Кабинету министров То он продолжает Работать Пока не изберут Что И не призначит Второй кабинет министров Не может быть Перерыва какого-то В реализации Властных полномочий Поскольку идет речь О защите Интересов общества Процессы должны Происходить А что касается Народа Вот меняли референдумы И все Народ безмолвствует И обратите Это уж проверено На нашему факту Вы знаете А если нет То я хочу вам довести До вашего сведения Как нашим коллегам Побратимам О том Что украинский выбор Сейчас В 17 городах В 17 городах Повторяю Собирают тысячи людей И Десятки тысяч подписей Сотни тысяч подписей И я вас уверяю Что их будут Миллионы За то Чтоб Обязать Президента Выполнить Свои Конституционные Обязанности Вы знаете Кто постарше Точно знает Что недалеко В 2006 году Люди собрали 4 миллиона 431 тысячу 618 подписей За проведение Референдума О том Мы можем работать В европейском Экономическом сообществе С Белоруссией Россией Или не можем Идти нам В НАТО Одевать Тирзовые Собаки Буддеставовские Или не одевать Ющенко К сожалению Спрятал Конституционный суд Выносит решение Через два года Это к тому Что вы услышите Сейчас Знаете Выдвигает версии Да уже прошло время Какое время Сроки давности Голос народа Не имеет Это что Непонятно Конечно понятно Поэтому мы сейчас Обращаемся к президенту Примите решение Конституция вас обязывает Статья 72 Сейчас Минжеваться о том Выпускать Юлию Владимировну Не выпускать Юлию Это Однозначно Это неконституционно Однозначно Это неконституционно Выпускать Если выпускать То надо признавать Что приговор был незаконный Надо признать Что Репрессивная Государственная машина Запрятала Премьер-министра На 7 лет незаконно Вот в чем стоит вопрос Как будет выходить С этого И другое Почему не выполняет Президент Полномочия Свои Обязующие полномочия Провозгласить Референдум Где четко указано Что если народ Собрал Более 3 миллионов Подписей Он обязан Провозгласить Референдум То куда надо Дойти В какой-то Демократической стране Это может быть Кроме Украины Такая наша доля К сожалению Тем более Кто кто А уже в Черновцах Точно знает Как и сколько И как Кто был Под чьим Кто пановал Кто руководил Кто Издевался Кто стрелял Кто расстреливал Кто бил И кто Занимался Поборами С нашей нацией И так Каждая группа От Речи Посполитой До Османского Ига И до Восточной Империи Это продолжалось По 300 лет 305 307 лет Вот в чем вопрос А Как же быть дальше Мы Я специально Вам взял Вот это Угода Про которую говорят Она насчитывает 480 статей 73 Приложения Каждый Который имеет Еще по 100 Статей Это и больше И еще Три протокола И вот интереснейшая Вещь Понимаете Вот я понимаю Раньше 30-е годы 30-е годы Ликбезы работали Знаете Интересное выражение Когда Ликбезы сидят Люди Старые люди Сидят И их учили писать Начало 30-х Годов И подходит Учителька И говорит Мария Секи буде Дважды 2 А так 4 А она Подходит Валентина А ты что думаешь А я Каже Думаю Что в Яшка Штани Не латан И дома Нема чего Йсти То мы Маем И сегодня И это Выкористовый Так вот Я вам Доповидаю Что вот это Было подписано Подготовлено В том числе За участью Господина Порошенко Первая часть Политическая Люди об этом Тоже не знают А политическая Говорит О военном Сотрудничестве Что мы Входим В ассоциации И мы должны Взять на себя Обязанность Военно-оборонное Сотрудничество Кто нас Это спрашивает А мы Под нашей Конституцией Является Позаблоковым Государством Конституция Говорит Что мы Есть Позаблоковым Государством Спросили народ Нет Не спросили Далее Когда мы Говорим О том Что С марта Месяца 2012 года Парафувалы Политическую В июне 2012 года Экономическую А опубликовали 13 июля 2013 года Из посылки Знаете На что Почему Говорит Не было Украинского Перевода Это уж Как надо Любить Свою Любимую Нацию Свой Народ Когда Парафировали В кабинете Министров Без Перевода Вы можете Сказать Знают Они Содержание Этой Ассоциации Договора Или нет Все Буквально Депутаты Знают В совершенстве Немецкий И английский Язык Это Ну Может быть Я Хочу Просто Засчитать Нормы Засчитать Нормы Статья Восьмая Украина Обязуется Подписать Римский Статут Про Международный Уголовный Суд Для людей Ну что это Ну нормально Что там Такое А ведь Это было Предметом Рассмотрения В конституционном Суде Когда Рвали Югославию Когда Рвали Европу Вот это Как раз Благодаря Римскому Статуту Шли Аресты Вывозы Расстрелы Судилища И все Прочее И когда Конституционный Суд Украины Рассматривал Вопрос Можно ли Ратифицировать Это было еще В 2003 году Может ли Ратифицировать Верховный Совет Уже Подписанный Это уже Был подписан Статут Нашим Клерком Высокопоставленным С кабинета Министров Так сказать Парафированный И подписанный Он был В 2002 году Конституционный Суд Сказал Что Римский Статут Имеет Нормы Которые Посягают На объем Полномочий Народа И Такая Система Правосудия Которая Давала Возможность Действию У нас На территории Нормам Уголовного Права Израиля Польши Венгрии И Таким путем Вывоз Людей Экстрадиция Людей Прямо Записано В этом Статуте Экстрадиция Это Недопустимо Тем более Учитывая Что Статья 25 Конституции Говорит О том Что Украина Своих Детей Не отдает Если Он совершил Преступление Он у нас Здесь Дайте Мы его Осудим У себя Вот так Стоял вопрос И что Вы думаете Никто Все Молчат Конституционный суд Сказал Что этот Римский Статут Его положение Противоречит Конституции Или надо Менять Конституции Или Нельзя Его подписывать То мы имеем На сегодняшний день Аля Улю Все кричат Что надо Подписывать Когда нам Кричат И рассказывают О паритете Что Украина Будет равная Среди равных То я хотел бы Чтобы они Прочитали Час вторую Я Она коротенькая И зачитаю На украинском Для одягу Государства Да Надо признать Что мы Ведь по сути Не государства Все говорят Что Украины не было Тогда мы кто Квази государства Которая Часть какого-то Геополитического Государства Имела место быть И оно Выделилось 1 декабря Кстати Народ На референдуме Сказал И все И Россия И Запад Никто не пикнул Народ Сказал Мы Независимое Государство И никаких проблем Не может быть Посягательств На нашу территорию На нашу идеологию На нашу экономику И на нашу политику Это наше Внутреннее Государственное Право В рамках Придерживания И соблюдения Международных Нарправ Вот так Стоял вопрос И тогда все Приветствовали Говорят О народ Решил А теперь Говорит Президент Я вам скажу Уже не без помощи Что мы уже Около года Ведем Массированную работу Пропагандистскую работу Что нужен референдум Дайте возможность Людям сказать Президент заявляет Да Вы знаете Президент Референдум нужен Но Не время Друзья Кто же определяет Время Кто есть Клуб Народ что ли Я думаю что нет Вот Вот с этих Соображений А теперь Когда мы говорим О суверенитете Включая и территориальные Громады Я хочу Отослать Статей 361 363 Тоже О чем там идет речь Что На территории На территории Действия Европейского Союза Когда будет подписана Ассоциация Будет создан Совет и комитет Ассоциаций Совет Будет распоряжаться Причем Совет и комитет Будут работать На Законах Европейского Союза А закон Европейского Союза На сегодняшний день Обязательный И выше Нормы нашей Конституции И там Предусматривается Начиная От вопросов Севозмин По пользованию Земель И заканчивая Установлением Блока Военно-оборонного Значения Так Тогда О чем идет Речь Я уже не говорю Податкову Систему Они определяют Податки Они определяют Наши налоги И они определяют Наш курс Экономического Развития То зачем Тогда у нас Кабинет Министров То зачем У нас туда Законодательный Орган Безусловно Что мы Становимся Подзаконным Органом Как законодательный Так И Урядовые Структуры Вот чем вопрос И теперь Заканчивая Я скажу Всем известно Но уже проевшиеся Вопросы О том На каком же Основании На каком базисе Будет Вот это Суверенитет Сохраняться И все Говорят Что будут Работать Четыре Вектора Движения Товара Услуг Рабочей Силы И Капитала Вот Взять и Посмотреть О Давайте так Движение Товара Что мы С вами Двинем Уважаемые Друзья В сторону Ла-Манша Что мы Можем Двинуть На сегодняшний день Мы к народу Подойдем Вот видите Как Правильно Это по сути Идет речь По сути Идет речь О Стремлении Стремлении Использования Украинского Народа Как Донора Сельсии Сырьевой Базы Раз Рабочих Сил Два И Наших Ископаемых Три У нас Нет ничего На вывоз Кроме то Что есть в земле А у нас там Кое-что еще осталось Вот Сейчас вот зашел Американец Вместе с голландцем Я думаю Что Да Вы еще услышите Там собирались Вывести Показать Нашим Всем народным Депутатам Вывести в Америку Показать Как хорошо работает Добыча зландцевого газа Ну потом Там определили Что это вообще-то Коррупционная схема Это покупка Идет В открытую Бизнес Структуру Наших Избранников Которые мы С вами избрали Так вот Когда мы говорим О том О Движении Рабочей силы И движение И услуг Не надо иметь голову гармошкой Чтобы понимать О каких услугах Какие услуги Оказывает Украинская Рабочая сила Начиная От деталей Всем известны Уже юридические факты Не требующие Доказывания Что мы Находимся Там В состоянии Поддерживания Жизнеспособности Престарелой Европы Мы убираем Унитазы Вы это знаете Мы работаем Над домником Мы работаем Но на всю Грязную работу Это первое Это первое Так сказать Направление Где рабочую силу Ждут от нас И второе Секс индустрии Об этом вообще Ничего не говорят Почему не говорят Непонятно Тем более Вы здесь Находите Как-то ближе К западу Вы наверняка Где это чувствуете Знаете Сколько повыезжало Сколько не возвращается Где они Сколько в розыск Я вам доповедаю Доповедаю 560 тысяч Находятся в системе Секс индустрии Украина Мы обошли И Болгарию И Румынию Но сейчас У Румынии И у Болгарии Плеск Потому что Они вошли В ЕС Да Вошли в ЕС И их свободно Передвижение Когда мы говорим О движении Рабочей силы То тогда Надо думать Обратите внимание Вот в этой ассоциации О духовности Нации И слова нет О нации И слова нет А знаете почему Потому что Сразу А давайте посмотрим Как же с нацией Одежнация Мешала при Балтике 40% Населения выехало На заработки На сегодняшний день 40% О какой нации Мы говорим Если мы здесь говорим Это вещь У вас плакаты Национально-патриотические Они имеют место быть Они имеют право На существование Вопрос стоит в другом Это не у нас Это у них Не я имею ввиду В холле Здесь у нас Поскольку мы находимся Здесь в гостях Это право Любого На сегодняшний день Вы знаете Конституция Статья 15 Говорит Резиномоните Идеологии Она не может быть Это Но вопрос Должны люди знать В чем состоит вопрос Где будет нация Если нет духовности Знаете Раньше было Сильное такое выражение Хотите уничтожить Нацию Надо уничтожить Ее культуру Это от Тре-теории Их и идет А вы сейчас Посмотрите Кто Пытается Править руля Вопросы Вопросы И никто не спрашивает Когда мы В дискуссии Хорошо Если так То скажите Где вы были В 32 году Когда миллионы Мы вымирали От голода Украинцы Где вы были Все молчат Так что надо Что за этим стоит И мы конечно же Должны Это понимать Как Как непроскорбно Звучит На сегодняшний день Уже так говорят Уже Так ну вопросов нет Договор Будет подписан Это уже Друзья мои Вот давайте Мы еще посмотрим И что там будет Подписано Если подписано Это заведомо Заведомо Президент идет На нарушение Конституции И он должен Понимать это Что Перед народом Надо отвечать Пусть нам ответит При наличии решения Конституционного суда Которое Обязательно Для выполнения Не только Для территориальной громады А для президента О том что Этот Римский статут Не может быть Ратифицирован В этой Угоде В этом договоре Поскольку он Противоречит Конституцию А Конституция Это народ По сути И тогда Я думаю Что будут Другие разговоры Посмотрите Что говорит Там Запад И что Говорит Восток Ведь Как Как говорит Наш лидер Виктор В том Что Дайте Возможность Людям Сказать Дайте Возможность Людям Пусть народ Примет Это его право Природное право Почему же мы не даем Мешает народ Мешает Боимся народу Вот почему И мы Когда Наш лозунг Страной управляешь ты Он должен Стать Реальностью Поймите У нас просто Другого пути нет Если Сталина Горло Демократии Считайте Что это же Не только Дыхание Прикрывается Но Перестает Поступать Моз Кровь Который Несет Мысль Здоровую Нужную Необходимую Для выживания И для развития Нации А мы Имеем На это Все право Такое же право Как и все Наши Соседи Страны И страны Всего Мира Я на этом Заканчиваю Свою информацию Если есть Вопросы Я готов Ответить Что смогу Я единственное Только что Хочу сказать Поскольку Ну не часто Мы приезжаем Будем Часто приезжать Так Спасибо за поддержку Спасибо За то что Наше время Прийти Возникают Вопросы Общественное Движение Вот так Ну Оно слабее Чем была Политическая Партия Вот А почему Вы не Политическая Партия А почему Это битборды Висят И т.д. И т.п. Вы знаете Я хочу вам Так Словами Нашего Лидера Ответить Что Ведь Участие Политической Партии На сегодняшний день Определяется Определяется Стремлением Взять власть Для обогащения И он И он Как Воду Смотрел По этих Выборах Когда Сказал Что Там Нечего Участвовать Ничего Эти Выборы Не дадут Посмотрите И когда Он Говорит Что Навряд ли Доживет Вообще Каденцию Свою Этот Парламент То я думаю Что вы будете Этому И Свидетели Мы будем Вместе С вами